МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Дегтярев, Саша, как всегда, традиции не изменяем. В конце сезона появляешься у нас здесь ты. И что ты говоришь. А что ты говоришь правильно о футболе и, в частности, о Рубине. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к нашему диалогу, предлагаю перед этим глянуть обзор последнего матча Рубина в первой лиге. И затем уже активно поговорим. Так что слово передаем Рустам Габасову. Всем привет! С вами Рустам Габасов. А это наш последний обзор на матч Рубина в этом сезоне. Давайте начнем. В прошлой игре казанцы обеспечили себе досрочно чемпионство в первой лиге. И матч московской Родины уже ничего не решал. Поэтому Рашид Рахимов решил дать игровое время резервным игрокам команды. Несмотря на то, что встреча с Родиной не носила принципиального характера, футболисты рубились как в официальной игре. Рубин имел шансы повести в счете в первом тайме. Однако их перерывы на табло были по-прежнему нули. Во втором тайме Рахимов продолжил экспериментировать с составом, проводя замены. Но сильную игру это не меняло. На 53-й минуте футболист московского клуба Илья Камышов получает вторую желтую и удаление с поля. Казалось, что после этого казанцы смогут скрыть оборону Родины и поразить ворота. Однако, вопреки ожиданиям, темп игры спал. 0-0. Рубин играет в ничью в своем последнем матче в первой лиге и остается непобежденным в весенней части сезона. А под руководством Рашида Рахимова зеленые одержали 7 побед из 8 матчей. Казанцы становятся чемпионами и возвращаются в РПЛ. На этом все. Спасибо, что следили за сезоном вместе с нами. Рады были работать для вас. До встречи в следующем сезоне. Ну что ж, посмотрели мы обзор. Последний матч 0-0. Давай по нему сначала поговорим. Слушай, но последняя игра не значила с турнирной точки зрения для Рубина ровным счетом ничего. И серьезно ее как-то рассматривать как вот именно результат, наверное, смысла большого не имеет. Большое количество игроков основного состава просто не были в этом матче. Задействовано было два дисквалифицированных, кому-то уже дали досрочный отпуск, кто-то уже там мыслями в других командах был. Поэтому сыграли как сыграли, не проиграли. Это самое главное. Продлилась серия без поражения у Рубина. Она в итоге достигла каких-то сумасшедших цифр. Ну для Рубина на моей памяти это вообще что-то выдающее. Всего три поражения за сезон. Да, и это при том, что все три поражения были даже не при прошлом, а при позапрошлом главном тренере. Если опять-таки возвращаться к последней игре с Родиной, сыграли так, как сыграли и Родине. Это тоже матч ничего не значил. Они уже гарантировали себе участие в стыковых матчах. Благодаря Алании. Да, в том числе. Благодаря Алании, ну и своим спортивным результатам тоже. Ну то есть сыграли, ничья, нормально. Тут, знаешь, по большому счету даже и обсуждать-то и нечем. Давай, знаешь, что обсудим? Вылет в первую лигу. Как считаешь, можно ли это интерпретировать как дисциплинарное наказание топ-клубам за плохой менеджмент? Мы вспомним «Динамо» и мы сейчас вспоминаем «Рубин» того образца. Вот на перевоспитание, можно так сказать, наверное, их отправили. Твоя оценка вот этому? Есть же такая история, как очищение первым дивизионом. Да, так говорят. Ну все, мы сходили туда, мы очистились. Но «Рубин» по большому счету уже поплатился за вылет и руководство клуба полностью сняли в середине этого сезона. Странно, что не в начале. И тренер поменялся, и генеральный директор поменялся. В общем, вся структура управления клуба изменилась. И это как раз следствие вылета команды и последствия не самых лучших результатов именно в первой лиге. «Рубин» очень большую работу проделал. И сейчас в премьер-лигу возвращается команда с позапрошлогодним «Рубином», общего там, ну вот, стадион и база. Игроков 4-5, да, остались хорошо, будут играть. Кто-то, может быть, и уйдет. Ну да, может быть, чуть-чуть больше. 7-8 скорее. Но это абсолютно другой коллектив. И в первую очередь это абсолютно другое руководство. С совершенно иным видением, и сейчас, что вот отличает тот «Рубин» от нынешнего, этот «Рубин» гораздо нужнее, гораздо важнее для руководства республики, для тех людей, кто, в общем-то, этому клубу дает деньги. И если Рустам Федоровичу Сайманову, предыдущему гендиректору, было сложно получить какие-то дополнительные транши, помимо уже прописанных, то нынешние руководители, я думаю, что в любой момент могут в нужный кабинет зайти и попросить дополнительно финансов, и, скорее всего, попервой им отказывать в этом не будут. Поэтому в «Премьер-лигу» «Рубин» приходит сейчас с гораздо большими амбициями, чем они были у той команды, которая вылетала. Но он не приходит как условная торпеда, как условный ротор в свое время, как крылья советов команды, которые в последние десятилетия два сезона поиграем, потом в «ФНЛ», два сезона поиграем, потом в «ФНЛ». Вот сейчас два сезона они играли, остались, может, третий как у них пойдет. Ну, смотри, «Рубин» в любом случае возвращается в «Премьер-лигу» не в статусе команды «Лифта», все это прекрасно понимают, и все ждут, что может такой провал. Скорее раз повторение истории с «Динамо». Да, 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 то есть это будет, ну, вот мы прошли первую лигу, и все, забудьте. Это была разовая акция, повторять которую там планов ни у кого, естественно, нет. Сейчас у «Рубина» будут прекрасные финансовые возможности, даже в сравнении с ним же самим там двух-трехлетней давности. Это гораздо более сильный с точки зрения менеджмента клуб, с гораздо большим влиянием, и у них сильно проще будут обстоять дела на трансферном рынке, потому что в клубе и до этого работали большие профессионалы, но теперь люди еще и с хорошим таким аппаратным весом, поэтому у меня нет сомнений в том, что «Рубин» там на следующий сезон не вылетит. Я думаю, что за вылет даже и борьбы не будет, это будет хорошая команда-середня, которая, я думаю, что ей будет даже по силам попасть в топ-6, топ-7, но там надо будет посмотреть, как трансферное окно пройдет, как получится или как не получится усилиться, потому что есть уже сейчас понимание, что уходит из команды ее лучший игрок Илья Самошников, его кем-то надо заменять, но я думаю, что про трансферы можно будет конкретнее чуть позже поговорить. Отличемся пока от «Рубина». «Балтика» — «Калининград» возвращается спустя несколько десятков сезонов. 25, если я не знаю. Обратно в высший дивизион. Закрепятся или нет? Не будет ли для них обузой тот стадион, который у них есть? Как это было с «Мордовией», как это было с «Ротором»? Ну, смотри, «Балтика» все-таки немножечко другая история, в отличие от той же «Мордовии» или «Ротора». Это клуб, да, те тоже существовали довольно долго, но клининградцы, в принципе, всю свою работу выстроили за последние годы так, что там все финансово довольно стабильно. Понятно, что «Премьер Лига» — это абсолютно иные финансовые нагрузки, но, приходя туда, нет сомнений в том, что «Балтика» именно с точки зрения финансов, ну, что называется, вывезет. То есть это не будет «Тамбовом» номер два, там команда, которая развалится через полгода после старта сезона. Я в «Балтике» не сомневаюсь именно с точки зрения денег. С точки зрения результата тут вопрос есть. То есть, да, они давно не были в РПЛ, все эти люди, которые приходят сейчас вместе с командой, наверное, все-таки уровень Премьер Лиги не тянут, и точечное усиление необходимы. Причем, ну, так человек пять-шесть хороших им приобрести надо, ну, или просто подписать. Удастся ли? От этого будет зависеть очень многое. В том, что Игнашевич, тренер с хорошими идеями, я думаю, что вряд ли у кого-то есть сомнения. Ну, у меня, по крайней мере, нет. У тебя есть? Нет, я заметил тенденцию, то, что те футболисты, которые участвовали в успешном для нас Евро-2008, поднимают старинные клубы обратно в элитные дивизионы. Тот же самый Зырянов поднял сейчас Черноморец. Черноморец. Обратно в первую лигу, которого давно там не было. Это так. Ты говоришь, что вот Балтике нужно будет закупаться, особых результатов не ждем, потому что их было, их не было долго в российской Премьер Лиге, но тот же самый факел. Что-что, но только в последнем туре решилось то, что они все-таки в стыке вышнем. Ну, смотри, факел... Точнее, упали в стыке. Да, упали в стыке. Факел все-таки... Результат факела не стоит воспринимать как что-то вау. Потому что, ну, они все-таки... Ну, у них и мотивация была такая, то что должны, по крайней мере, пробовать закрепиться. У каждого клуба есть такая мотивация. Должны не вылететь. И по факту, что они сделали? Обогнали два самых безнадежных клуба. Это Торпеда и Химки. Да, ну, то есть, команды, которые... Но, по большому счету, уже зимой можно было на 80-процентной вероятности ставить на то, что они вылетать будут. Да, факел удивлял несколько раз своими прекрасными результатами. Прекрасная была посещаемость у них. И это вообще с учетом фан-айди непросто было делать. Но говорить о том, что у них какая-то была супер-вау-игра, ну, я, например, не могу. Ну, давай по стыкам пробежимся. И с первой лиги попробуют подняться сюда Енисей и Родина, который, ну, для многих вообще неизвестный клуб. В 2015 году только организовался. Ну, вот смотри, давай по Енисею. Если коротко, команда с очень прекрасным опытом игры в первой лиге. И мы помним, буквально в 2017 году они играли в РПЛ, ну, зашли всего на сезон. И в прошлом году Красноярск участвовал в стыках. Правда, там не удалось пройти им Химки. В этот раз шансов у них будет чуть побольше. Но я все-таки в этой паре ставлю в обеих парах. Я думаю, что фаворит от команды именно премьер-лиги. Ну, во-первых, у Енисея, насколько я понимаю, задачи в этом сезоне выйти во что бы то ни стало в РПЛ, не стоит. Родина — это, да, новый клуб с очень богатым владельцем, кстати говоря. И не просто так. Родина была единственной командой этой зимой из всей первой лиги, которая зимний сбор проводила не в Турции, как все абсолютно, а в Дубае. И мало того, они еще в Дубай повезли на сбор свою вторую команду, которая играет во второй лиге. Много у нас команд из второй лиги вообще проводят сборы в Дубае. Но это что-то... Для меня это что-то невообразимое было. Деньги там есть. Тренерский штаб Парфенова — опытный. И команда, да, по первой там в начале сезона казалось, что набрали просто какой-то сброд непонятный. Но по итогу выяснилось, что это все абсолютно не так. И коллектив боеспособный. Понятно, что на фоне клуба Премьер-лиги конкурировать им будет гораздо сложнее, чем с командами первой лиги. Но будем посмотреть, может быть, получится какой-то взрыв там придумать. Другое дело, что Родина — это из-за того, что это новая команда, это практически клуб без болельщиков. То есть на их матчи, вот на игру с Рубином, пришло 776, если я не ошибаюсь, человек. На домашний матч. Одного не хватило до счастливого числа. Да. И при этом большая часть из вот этого числа — это болельщики Рубина выездные. Ну, то есть, да, хорошо, выйдут они в РПЛ, но надо ли нам смотреть матчи еще одной команды, на которую ходят 200 человек? Как это было с играми «Химок» и как это было с играми «Торпеда». Ну, как считаешь, Родина не может быть Краснодаром 2-0, например, с такими амбициями, то, что они вторую команду потягивают и возят ее тоже везде с первой? Тут еще надо говорить о том, что Родина очень сильно вкладывается, как и Краснодар, очень сильно вкладывается в школу. Да. То есть сейчас, если мы не можем говорить о том, что там лучшие футболисты, то они уже, по крайней мере, планомерно переманивают к себе лучших тренеров. Молодежных, детских, юношеских. И рано или поздно это качественный буст команде даст. Может быть, сейчас об этом рано говорить, но уже в среде тренеров Родина считается таким очень интересным, амбициозным местом для работы, где можно свои... Вкусный проект. Да, да, какой-то такой вкусный, интересный проект. Но если владелец клуба вот эту историю сохранит, продолжит вектор и не будет бросать на полпути, как это с условным там Анжи происходило, то я думаю, что этот клуб, если не в этом году, то в будущих годах выход в РПЛ ждет. В этом году точно достоверно уже известно, что они не ставили задачу выйти в РПЛ, потому что они только поднялись в первую лигу и сразу же стыки. У них была задача именно подготовить команду, чтобы в следующем году участвовать в борьбе за топ-двойку. Но получается, что перевыполняют задачу. Давай ускоримся, у нас буквально две минуты осталось. Вернемся в Казань, теперь здесь появляется фан-айди. Насколько сильно это ударит по болельщикам? Вот есть ли у них то желание вот в первую лигу мы ходили, радовались, смотрели футбол, а здесь надо еще и документы делать. Катастрофически ударит, к сожалению, и прогнозировать можно только падение общего интереса и онлайн, присутствие, оффлайн вернее, присутствие на матче. Клуб делает все, чтобы минимизировать потери, но все-таки надо понимать, в Казани публика избалованная. И когда у тебя есть возможность без оформления фан-айди ходить на хоккей, баскетбол и волейбол, скорее всего, ты не будешь заморачиваться, чтобы сходить на футбик, если у тебя нет какого-то, ну вот прям огромной страсти к этому виду спорта. Тысяч по 6-7 на средних матчах, я надеюсь, что будет набираться, десятки будут приходить на Зенит, Спартак и ЦСКА, но фан-айди по первой точно очень сильно ударит по посещаемости. И по этому сезону в Премьер-лиге мы это видели, даже топовые клубы очень проседали по цифрам. По последнему туру это тоже было видно, к сожалению. Только, по-моему, Самара выделилась, весь первый ярус был продан. Да, в Самаре было почти 20 тысяч, 18 с чем-то на игру. Финальный вопрос и, по сути, прогноз, так как ты у нас когда-то прогнозы здесь делал на нашем канале. Рубин, в следующем сезоне? Ну, могу точно сказать, за Еврокубки не поборется по определенным причинам. Мне хочется верить, что Рубин сможет удивить всех и поборется за верхние строчки. Понятно, сейчас там конкуренция жесточайшая. Я не говорю про первое место, я говорю про со второй по пятую. Очень много прецедентов и непонятно, кто из этой когорты вылетать будет, ну, то есть, чтобы туда попасть. Поэтому, если залезть в семерку, нынешнее руководство клуба считает успехом, я могу с ними только в этом плане согласиться. Если они будут ставить задачи попасть в пятерку, то, наверное, это сверхзадача для нынешнего тренерского штаба. Ну, в первую очередь, конечно, главное не вылететь. И тут у меня сомнений нет, Рубин с этой задачей точно справится. Будем посмотреть, как ты говоришь, и все остальные ребята на видеохостингах. Александр Ильич Дегтярев был у нас сегодня в студии. Саша, большое спасибо, то, что подвел итог. Спасибо. И вам, уважаемые зрители, тоже большое спасибо, что весь сезон были с нами и смотрели за российским и студенческим спортом. Это была программа «Неделя спорта». Увидимся в новом сезоне. Всем счастливо. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова